Так, начинаем текстурировать наш объект новым способом. Называется он бокс. Текстура, боксинг. Как говорят, что он упрощает работу, то есть нет смысла сейчас здесь развертки делать и так далее. Слишком простой объект. И если он не играет большую роль, допустим, где-то возле печки в уголке стоит, то и в общем и не нужно тут больших усилий. Давайте мы сейчас с вами сделаем. Пойдем в шеллинг. Вот так. Перейдем, выйдет объект. Вот. Здесь скажем снова новый. И Ctrl T. Опа. Это что еще такое? Тут двойной получился. Допинг Гмобельт. Вот. То есть мы сейчас взяли с вами текстур, координату. Мэппинг. Стандартный набор. Текстура соединена. Так. Плохо, что она здесь не соединена. Вот это вот плохо. Сейчас пойдем в объект мод. Скульптинг. И, ой, зачем нам скульптинг, редит мод. Даже объект мод. Вот это, это, это. Все соединяем в одном. Ctrl U. Вот так. А вот теперь шейдинг. Вот. Теперь все правильно. Так. Ну и давайте посмотрим. Откроем какую-нибудь текстуру. Такую, водяную. От слова boot, конечно. Так. Текстуры. Вот они, текстуры. Посмотрим, какие у нас вода тут есть. Ну, какая-то вот. Нужно на табаретку смахивать. Наверное, вот это. Это не очень. Тоже не очень. Я думаю, что вот это самое подойдет. Вот это вот. Вут 0.2 по NG. Так. Вут 0.2. Вот этот. Открываем. Смотрим. Немножко не то, что я хотел. Посмотрим еще. Вот этот. 0.6 лучше. Или вот. Ну, дай человеку выбор. Он замучится. 0.6 давайте возьмем. Так. Где она? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот. Вот этот возьмем, да. Вот так. Ну, и вот видим, что он как-то так странно так разложился. Видите? Вот так. Это вот так. И так далее. Ну, и вот, как говорят, если мы будем использовать теперь этот боксинг, сейчас мы проверим. Так. Как нам подсказывают, перво-наперво мы должны с UV убрать на Generated. Вот так раз. Вот. Уже более-менее, но только все в одну сторону. Да. И теперь вот здесь вместо Flat возьмем Box. Ну, вот и все. И она уже не идеальная, но довольно-таки симпатичная получилась текстурка, да? Назовем ее вот так, да? Ну, давайте посмотрим, как она будет действовать вот здесь, допустим. Вот этих. И вот здесь. Не идеально, конечно, это понятно, но терпимо. Ну, терпимо, 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 терпимо. Так. А если мы вот здесь делаем сейчас... Подождите секундочку. Я вот здесь делаю сейчас все-таки UV. Что получится? А, ну я не могу это делать, потому что я тогда изменяю все. У меня вот как раз такое... А, ну давайте сделаем следующее. Вот так, так. Тут-то мы все сделали, да? Мы сейчас... Нет. Мы сейчас выберем вот это и скажем, что нам нужна новая. Я скопирую ее. Вот так. И перенесем... Вот это... Убираем. Перенесем вот сюда, на UV. Вот, видите? Вот теперь как бы правильно. И здесь то же самое. Ну, скажем, материал будет 0.1. Вот. Так оно более-менее нормально. Так. Что будет вот с этой? Ну, а с ней, я думаю, мы поступим по-другому немножко. Можно, конечно, тоже сказать, что... Вот первое. И здесь попробовать... Мне надо развернуть это дело. Вот так где-то, да? Но для этого, опять же, мне надо новый создать. Секундочку. Вот, пускай так остается. А мы создадим еще один для верхушки. Вот. Вот 0.2. И здесь мы ее просто развернем. Не у нас по иксу. Или как? Вот так. Вот. Вот. Вот так. Хорошо. Но, как бы, хотелось бы, чтобы текстура была наиболее ярко выражена здесь, наверху. Не слишком гладко. Она сейчас слишком гладкая. Сейчас вспомню, как я в прошлый раз сделал. А делали мы это просто. Брали Color и вот Displacement сюда. Вот видите, вот уже у нас появились шероховатости, что очень хорошо. То же самое сделаем и здесь. Неправильно. Вот этот. Так. Угу. Был. Ну и вот тут. Вот тут. Вот. Вот. Так, а здесь у нас можно вот сюда перетащить тренировку. Плохо, что мы не можем управлять, но прям получилась такая страшная дева. Давайте, вот тут мы не будем экспериментировать, тут оставим так, как есть, в серии, вот так, и тут тоже уберем отсюда, а оставим только вот тут. Тут оно будет хорошо. Пусть занозистая будет штука. Перейдем теперь назад, моделинг. Вот так это выглядит. Так, и сейчас делаем просто. Плейн. И кут. Поставим сюда лампочку. Первое поставим сюда камеру. И скажем, что нам надо обязательно ее в View, чтобы она прицепилась к табаретке нашей камеры. Следующее. Возьмем сейчас Licht и сделаем Aria. Арию мы с вами сейчас увеличим. Вот она, ария наша, да? Так, а это вот... Почему нам G попробуем? А, ну вот. А то думаю, что ж такое-то. Вот наметим сюда, чтобы она освещала, да? Может, чуть поменьше. Вот так. И, скажем, 3000 достаточно будет. 3000. И потом сделаем ей сейчас пол. Плейн. Сразу же его увеличим со страшной силой и отправим вниз. Угу, 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 как за эту. Посмотрим сбоку. Да, нормально. Теперь немножечко передвинем. 0 и здесь вот так сделаем. Так... Смотрим, 0. Продолжение следует... Продолжение следует... Так... Пускай будет вот так... Может быть даже 5000 сделайте... Не 500, но 5000... Как вы видите, этот способ не идеален... Но он быстрый, потому что вот здесь видите, что произошло... То есть далеко будет стоять таборетка, никто не заметит... Близко будет, конечно, заметно... В этом случае, если это один объект, я предпочел бы этому боксингу... Я предпочел бы нормальную развертку UV... Тем более, что я не думал, что оно тут было бы очень сложно... Мы в следующем видео попробуем с вами, да? Так... Так... И так... Вот этот пол мы как-то покрасить должны... Пусть будет вот такой... Какой-то пол... Вот такой... А... В Word... Скажем... Пускай будет черный... Так... И... Будет Сайсл... Вот так... И... Будет Сайсл... Том... Свету, наверное, ещё надо побольше, я так понимаю... 1007... А то и 8... Вот так... Угу, смотрим, поднимаем и рендерим. Я еще забыл поставить уголок, чтобы убрать шумы, давайте мы их шейдинг скажем, да, шейдинг, и скажем теперь здесь, скажем, найти нам надо Denoise, и вот сюда их ставим, и она автоматом все нам теперь сделает. И давайте теперь смотрим F12, что она теперь нам скажет. Субтитры сделал Denoise. 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 Так, вы знаете, ребята, дело в том, что я хотел бы это дело все уменьшить немножко. Вот так, посмотри сбоку теперь, и подвинуть возможно. Ну-ка. С. И по оси. Denoise. И у сюда. Прости, Z, D, X. Вот так. Ну-ка. Да. И еще я хочу поставить сюда еще одну лампочку. Лампочку надо еще мне одну поставить, вот сюда, point. Посмотрим сверху сейчас, возьмем вот этот point, подвинем ее сюда, троечка, поднимем наверх. Вот так вот это, да, и посмотрим, где у нас камера-то не видно. Тоже скажем ей, скажем, две тысячи и поболее чуть-чуть сделаем. Уберем у нее тени, сделаем чуть побольше, вот так, и смотрим опять. Я думаю, так будет немножко веселее. Скажем, что у нас всего лишь 800 на 600. Для пробного рендеринга, да? 600. Где-то вот так. Это еще раз увеличим. Ну все, теперь можем рендерить еще раз. Сейчас будет быстрее гораздо. Ну, как бы я не совсем вот этого Begastet, я люблю Begastet по-немецки, воодушевлен, да? Опытки люблю более такие. Ну, правильно, я не люблю, когда здесь начинается всякая ерунда. Тем более, когда знаешь, как с этим справиться. вот так. Поэтому, дорогие мои друзья, я вам этот способ показал, который мне тоже показали, но я как бы не особо смотрел, поэтому я предлагаю вам в следующем видео попробовать обычную UV-разберку тоже на автомате, но я думаю, что результат будет лучше. Ну, что думать, пробовать надо. Так что до следующего видео, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok